Девочки, всем большой привет! Меня зовут Лилия, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду показывать вам свою клумбу, мои цветочки. Это не простые цветы, а именно нарисованные мною лично. Конечно же, у меня здесь не всё, но то, что есть в наличии, и то, что мне хотелось бы показать вам, то, с чем хотелось бы с вами позелиться, я вам покажу сегодня и расскажу о них поподробнее. Так что присаживайтесь поудобнее и оставайтесь со мной, будем вместе вдохновляться. Девочки, цветов очень много. Реально, целое стопище. Сначала, наверное, я начну с больших форматов, и потом я перейду к бумажным работам. Просто буду идти по тому, как они тут сложены и собраны. Первая работа — это пиончики на ДФП, акрилом нарисованы. Дальше идут у нас маки на холсте, грунтованном, на картоне. Вот. Эта техника называется двойной мазок, либо по-английски one strong. Одна из моих любимых работ акрилом на ДВП. Дальше красная роза, акрилом на холсте. Ой, одна из самых, наверное, давнего 2019 год. Написаны цветы яблони с моей личной фотографией. Тоже акрилом на картоне грунтованный холст. Ау! Поцарапалась. Тоже 2019 год. Желтые розы, акрилом на холсте. И дальше у нас идет пион в акварельной технике, но написанной акриловыми красками на холсте. У меня есть, кстати, видео на канале про акрил, и очень часто спрашивают, как это выглядит, акрил в акварельной технике. Вот именно так. И здесь я также еще с золотым контуром проходилась по лепесточкам. Большие форматы закончились. Теперь у нас идут маленькие форматики. Здесь работа есть и на бумаге, и на картоне. Одна из работ небольшого формата – тюльпанчик и акварелью. Эту рамочку я тоже сама декорировала в точечной росписи. Работа акварелью на небольшом формате ранункулюсы. Дальше такая вот маленькая работа. Это на самом деле большая работа. Я просто отрезала один мак от большой работы. Просто там по композиции не совсем красиво смотрелось, и я решила просто сделать две работы. Гуаши нарисованы на бумаге. Это тоже гуашь и угольный карандаш на небольшом формате – тюльпаны. Я тюльпаны очень люблю, поэтому сегодня, скорее всего, тюльпанов будет очень много. Здесь вот маки на картоне написано акрилом с помощью мастихина. Мастихин – железная такая, лопаточка, если кто не знает. Вот поближе хочу показать, если получится. Да, вот видно, да, что здесь такие мазки именно потолще. Дальше вот такие вот тюльпанчики небольшие на небольшом формате тоже акрилом написаны. И здесь я использовала цветной фон, а потом наносила уже тоже мастихинчиком сверху сам рисунок, само изображение, само изображение. Вот, дальше тоже такой же техники нарциссы, уже на формате чуть побольше. Тоже мастихина, вот если видно, видна вот эта текстура на фоне цветном. Именно на темно-фиолетовом фоне в данном случае. Одна из моих любимых работ, тоже мастихином на картоне, акрилом. Попыталась тоже изобразить такую текстуру. Розочки, очень-очень люблю эту работу. Прямо она такая вкусная получилась. Дальше на большом формате написаны гуашью, ромашки. Ромашек мне тоже было много, но их мои покупатели любят, поэтому осталось мало. Вот такие небольшие работы, акварели написанные, на маленьком форматике есть. Тренировалась писать цветы акварелью. Еще тоже вот такие вот пиончики. Кисточку, кстати, такую особенно использовала для того, чтобы нарисовать. И вот такие ранункулисы, я их уже в рамочку оформила. Вот так, наверное. Акварелька. Так, совсем маленькая работа, уже очень-очень-очень давняя, можно сказать, 2019 год. Пиончик. Ромашечки тоже давняя работа, 2019 год. Вот, кстати, та самая работа с маками, гуашью написанная. И вот тут такая маленькая работа мака поштучного. Вот она именно вот с этой работой ее отрезала. Вот. И вот так вот. Мне очень нравится, как получилась здесь такая текстура, может сказать, даже не знаю. Интересно получилось. Может, чуть-чуть ближе потом покажу. Так, это работа гуашью. Это, по-моему, 2021 год. Короче, это, по-моему, я в этом году писала. Тоже небольшой формат. Гуашью. Мне очень нравится эта моя работа. Ромашечки, 2019 год. По-моему, это акрил. Да, это акрил, скорее всего, на бумаге. Вот. Одна из недавних работ на моем канале тоже, может, видели. Это незабудки акварельной бумаги. Привет! Тоже давняя работа, 2020 год. В прошлом году летом, видимо, я рисовала. Это ромашечки на бумаге акварели тоже. В общем, на фоне здесь интересные разводы получились. Именно за счет соли. Добавляла соли акварель. Тоже давняя работа, 2020 год. Просто чисто мой эксперимент, наверное, был тогда. Рисовала горы и хотела нарисовать девушку, держащую букет. Но девушке не получилось. Вернее, рука ее и оставила просто букет. Тоже очень-очень давняя работа, 2019 год. И с другой стороны у меня тоже есть еще пиончик. Акварелью. Тут совсем маленькие-маленькие работочки такие. Здесь, по-моему, на канале у меня есть видео. Дальше у меня большие и крупные работы пойдут. Так что, как бы, еще лучше и лучше. Вот такие вот тюльпанчики, да, гуаши. Я обучала девочек на марафоне бесплатно. Кажется, даже на канале есть урок. И тоже тюльпанчики. Вот те тюльпаны, эти тюльпаны были в технике двойного мазка, либо one stroke. Это очень легкая такая техника. На канале у меня тоже есть несколько видео уроков. Вот, можете посмотреть. Здесь ромашечки акварелью на формате А4. 2020 год написано, 28 ноября. И есть две работы, одинаковые, только по цвету разные. Люпины. Рисовала их, кстати, по видеоуроку у какой-то девушки на ютубе, акварелью. Вот, есть вот такие вот розочки. На них останавливаться быстро не буду, потому что есть еще интереснее. Очень люблю эту работу датсонов. Акварелью на формате А4. Тоже акварельная работа на квадратном формате. Писала розы. Кисточкой называется кошачий... Кошачий... Кошачий язык, что ли. Называется кисточка такая. Вот такая работа. Даже розочки. Здесь я еще также применила золотой контур, если будет видно. Мне хотелось изобразить такую более восточную вазочку. И изобразила. У меня дальше будут идти цветы только акварелью. Вот такие пионы на формате А4. Ранункулисы на формате А4 тоже. Как он? Люблю эту работу. Она в букете. То есть вот... В оберточной бумаге. Ранункулисы. Вот это мои тюльпанчики. И с золотым я еще также такой вот... Браш-строк... В общем, нанесла 2020 год. Одна из недавних работ Лилии. Очень люблю эту работу. Мои... Мои новые акварелины написаны. Вот пиончики. Но не помню, какой стороной. Вот так. Вот пиончики. Да. На формате квадратном. Ой, какой... С какой стороны... А, вот. Вот. И здесь тоже красные пионы. Тоже акварелью. Ну, короче, все остальные работы акварели на квадратном формате. Вот еще одни пиончики. Букет пионов. Здесь я еще также использовала такие золотые брызги. Может быть, видно на камере. Люблю использовать такой эффект золотых или белых брызгов. Я часто добавляю. Это вот самая крайняя работа, кажется. А, нет-нет-нет, еще есть. Вот это вот предпоследняя работа. Я очень люблю эту работу. Мне так нравится фон и настольный. И на то, насколько она ярко получилась. Вот. И мои работы улучшаются, трансформируются вместе со мной, с моим внутренним миром. И мне кажется, в этой работе это очень сильно видно. То, как ярче стал мой внутренний мир тоже. Вот. Это вот работа пиона. На самом деле, это была моя такая тренировочная работа. Я думала, ее что оставлю, не буду выкладывать на продажу. Но в итоге выложила, потому что посмотрела. Так, думаю, неплохо получилось. И мне кажется, интересно получилось. Фон такой, какой-то такой градиентный тоже. Очень люблю вот эту работу. Тут я тоже использовала такие золотые брызги. Вот видно чуть-чуть. На небольшом формате рану, колесы. А, нет-нет, розочки, кажется. Ну, в общем, да, розочки, кажется. Вот. Это вот работа нарциссы. Да, нарциссы на формате А4. О, это розочки. Тоже, знаете, эту работу я так, скажем так, недолго делала. Достаточно быстро. Мне хотелось за короткое время быстро сделать. И я прямо вот специально, осознанно оставляла здесь белые участки бумаги, которые не прокрыты краской. И еще одна лилия. Акварельные бумаги. Изобразила тоже в вазе. Мне кажется, я еще белый гуашь здесь использовала для того, чтобы немножко выделить белые участки. Очень-очень-очень люблю эту работу. Это макия-акварелиум. На самом деле, когда я ее писала, я не воздолгану на нее больших надежд. И когда результат получила у меня, как-то мне очень понравился. Но потом, через некоторое время, я увидела. И вообще мне очень понравилось. Тут я использовала красные брызги. А это самая крайняя работа тюльпаны акварелиума. Мне очень нравится эта работа. Я прямо в восторге. Тут тоже есть золотые брызги и белые. Ой, я так люблю свои цветочки. Не могу просто... Тут такое мое богатство. Дорогие девочки, большое вам спасибо за просмотр этого видео. Он, конечно, получился таким быстрым и сумбурным. Но, тем не менее, я хотела вам показать все свои любимые работы. И показать свою клумбу цветов. Потому что я так люблю цветы. Я вообще их обожаю. Рисовать, делать своими руками из бумаги. Живые цветы. Короче, очень люблю. Мое имя тому же цветок означает лилия. Вот, поэтому надеюсь, я вас вдохновила на интересные мероприятия. На хорошее настроение и вообще просто на чудесную жизнь, полную радостей и счастья. Вот. Так что, большого вам спасибо еще раз за просмотр. Всего доброго. И еще мы скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok